Профессию Иван Войнов пришел 47 лет назад. В 1977 году после школы поступил в училище на электрика, а спустя пять лет устроился в ДСК. Поначалу было трудно, но благодаря упорству и хорошим учителям удалось освоить это нелегкое ремесло. А 20 лет назад он стал бригадиром и теперь сам передает опыт и знания уже новому поколению электромонтеров. К своей работе наш герой подходит со всей ответственностью и серьезностью, ведь электрика не прощает ошибок. Все профессии у нас хорошие, а электрика вообще, все условия в доме зависят от электрики, весь быт, все и в квартирах, и в доме, все электрика у нас, главное электрика, чтобы никто нигде не замыкал, чтобы пожара не было, чтобы короткое замыкание. Вот так и работаем, учим молодых, приходят молодые, очень молодых. Раньше нас учили, а теперь нам приходится, чтобы качество было. Именно руками Ивана Войнова и его команды в домах появляется электричество. Сейчас наш герой трудится на стройке нового микрорайона Саранска. В будущем здесь будет 28 высоток и задача Ивана Войнова сделать так, чтобы даже ночью здесь был свет, а электроприборы исправно служили своим хозяевам. Благодаря его усилиям за 40 с лишним лет работы каждый вечер окна зажигаются в домах столицы Мордовии. Все панельные дома, что город Саранский считает за 47 лет, вот такие, весь Ситерстрой почти панельные дома. Юго-запад, вот Химаш, последний Бибинный микрорайон большой, 30 чем-то домов. И Аранж, везде мы ездили. И Рамаданово ездили, и Атимар ездили, и Красноботск, и Торбеево, Рузаевка, полурузаевка. Вот тоже вот эти дома мы строили. То дождь, то снег, и все. А работать-то надо. Вот так и мы работали, невзирая на любые погодные условия. Дома строить надо было. Ну и строили. Иван Войнов признается, иногда бывают мысли, может быть, пора на отдых, ведь труду отдано уже почти 50 лет жизни. Но потом понимает, пока еще не готов расставаться с рабочими буднями, ведь от него зависит уют и комфорт огромного количества людей. А потому каждый день он приходит на стройку, чтобы вдохнуть в нее силу тока. Надо именно вникать. Вникать в свое производство, в свое дело. А так, если ты придешь, ты автоматически будешь работать, это из-за тебя получится не очень хороший специалист. А вот надо именно слушаться, вникать, работать. Вот это у нас в нашей работе самое главное качество. Ирина Радайкина и Сергей Соколов. Народные новости.